Всем привет! Мы приехали на рынок. Правда, сейчас уже 3 часа дня. Я думала, что мы уже ничего нормального не купим, но постараемся хоть что-нибудь взять, что есть. Марик, ты куда залез? Сейчас посмотрим. Мы уже дома, и сейчас я быстренько покажу вам, что мы купили, и потом все это разложу по местам, и буду собираться на пикник. Мы решили поехать на большой пикничок сейчас на берег моря. А Сережа, пока я вот тут дома с детьми, поехал к нашему другу, к Артуру, помочь ему надо что-то с электричеством. Я не вникала в то, что они там будут делать, но он сейчас должен быстро приехать. Так, давайте я вам сейчас покажу, что мы купили. Взяла я имбирь маринованный. Буду на 14 февраля делать, наверное, роллы. Наш кефир местный тоже мне очень нравится. Вообще мне их продукция нравится. Сметану и мацони взяла. Я хочу сама сделать сыр Филадельфию. Может быть, даже вам покажу, как я делаю. Взяла еще семгу тоже на роллы. Сосиски, это вот сейчас на пикник мы с собой возьмем. Рыбу взяла, колючку, килограммчик, тоже 100 рублей, кстати, стоила. Я прям удивилась, когда... Маркус захотела, хочет рыбу. Я прям удивилась, когда рыбу увидела, потому что обычно в такое время уже рыбы нет, а тут она была. Печеньки взяли, сейчас тоже с собой возьму. Рис взяла круглый. Я беру обычный вот такой круглый рис, этот на суши. Меня, в принципе, он устраивает. Ну, опять взяла вот такие печеньки-крекеры, чипсы, крабовые палочки, эти огурцы, тоже там же, в том же месте по 100 рублей. Киви сегодня стоило почему-то 60 рублей. Ну, ничего, тоже взяла. Да, майский чай, яблоки детям по 75 рублей. И вот такие вот влажные салфетки Максику взяла. И памперсы купила. Мы покупаем турецкие памперсы, и они, в принципе, нормальные. И когда мы покупаем памперсы, нам дают в подарок вот такие вот салфетки. Но я ими не пользуюсь. Ну, вернее, я ими вытираю пыль там или что-нибудь такое для ребенка, я их не использую. Памперсы вот такие вот, пятерка, значит, 72 штуки стоят у нас 1095 рублей. Раньше они стоили дешевле, но сейчас подняли цену. Раньше, кажется, или 950, или что-то такое было. Нет, не помню. Что, Марик? Я, нету еще, нет интернета. Нету интернета? Ну, ничего страшного, мы сейчас все равно уходим. Мы на пикник идем. Да? Да, на море. Да? Да. Ладно, буду я собирать вещи, и мы уже, наверное, сейчас будем уезжать. Забыла показать вам чеки. Вот, это чек из магазина Кормилица. Кормилица считается у нас самым, ну, одним из самых дешевых магазинов. Он находится на рынке. И это чек с магазина Магнит. Сахар, ну, это, там только я брала крабовые палочки. А сахар, вот, 5 килограмм, это мой папа попросил купить. Так что это не для нас, я его даже не показывала. Ну, что, только вчера я была здесь и рассказывала, что, как я люблю это место. И сейчас мы тоже решили приехать сюда. Он там, Сережа, наверху идет. Наверное, вот тут мы и остановимся. Алик, тебе здесь нравится? Да. Да. У нас, правда, столько сумок получилось, как будто бы мы сюда на целый день приехали. Вот тут будем? Да. Давай, сейчас мы постелим все. А ты зачем расстегиваешься? Купаться нельзя сейчас. Сейчас я вам покажу, какое море сегодня. Ой, собачка пришла, не бойся. Привет. Привет. Так, нельзя, нельзя, фу. У тебя слюни там. Не бойся, не бойся собаку, не бойся. Нет, не бойся. Видишь, она хорошая? У тебя мама, а? Гуляет она? Да, кафа. А вон папка наш идет. Ладно, давайте будем разбирать вещи. Что ты тут, пасочки делаешь? Надо сначала чуть-чуть намочить. Не надо ничего мочить, не губ, где там не сумок. Я могу водить. Не надо. Папа сейчас тебе принесет водичку, хорошо? Я тебе лопатку. Папа сейчас принесет. А мы пойдем собирать дрова. Дров вообще сегодня что-то мало. Давно, наверное, шторма не было. Обычно после шторма здесь очень много мелких дровишек. Ну ничего, сейчас еще что-нибудь найдем. Я думаю, чтобы пожарить сосиски, нам хватит. Хочу вот показать, что мы не одни такие. Вот кто-то еще недавно здесь жег костер. Ну я уже, в принципе, набрала вот тут вот такой пень с корнями. Я думаю, что нам хватит. Если что, то потом, может быть, даже этот пень... А, ну я его, наверное, сейчас и возьму. Ого, тяжеловатый. Нет, я его лучше оставлю, и Сережа его потом принесет. И подожгем его тоже. Ладно, все. Наверное, нам хватит. А где ты ракушку нашел? Я был... Я кавау-кавау, я нашел! Молодец! Так, вот еще дрова. Нет, ее нужно поломать, Марик, сначала. Поломать? Да. Молодец! Продолжение следует... Посмотрите, какой закат. Правда, тут ветер небольшой, но я надеюсь, что сильно не будет шуметь на камеру. Продолжение следует... Над нами пролетают бакланы. Ой, а каким треугольником летят? Они круг делают. А вон еще, да. Сколько их много тут? Все. А еще из-за чего мы любим этот берег? Потому что здесь есть вот такие вот солярии, и под ними очень хорошо летом отдыхать, когда солнце, жара. Если мы идем на пикник на целый день, то очень удобно. Мы вон там всегда оставляем свои вещи и сидим с детьми. Потому что под зонтиком все равно так не укроешься. Все, сейчас мы уже будем жарить сосиски. Это, конечно, не шашлык, но тоже хорошо. Ее порвало немножечко. У нас будет сосиска в клеточку. Что ты там? Ветром! Не ходи, пожалуйста, там мы кушать тут будем. Да, ты песочек вот тут разносишь. Да? А я поиграю пока. Играй. Когда станет чуть потеплее, мы приедем с вами на шашлыки сюда. Что? Палочки хочешь? Ну кушай, а что ты? Жарить палочки? Нет, палочки не жарят, они уже пожаренные. Ой, вода уже к нам подбирается. Ой, звалкивается, вода! Жалко, камера не передает того цвета, какой мы сейчас видим заката. Солнце прям оранжевое-оранжевое. Что, Максим? Тебе не интересно? Скажи, я хочу на моле купаться. Это что? О, ты уже перевернула? Все, готово. Все, сейчас тарелочку переложим. Я чуть-чуть голодный. Скажи, весь день то на рынок, то туда, то сюда, да? Да. А я прям так и полошу. А еще мы забыли в машине лаваш и лимонад. Так что сейчас придется сходить туда. Да. Мы уже собрали вещи, сейчас будем уходить. Уже темнеет. А вон там вдалеке горят огоньки Сухумской набережной. Сейчас я нагнусь, вот так покажу вам. Ну все, покушали, посидели, отдохнули чуть-чуть. И сейчас мы едем уже домой. Сережа несет Максима, а я несу целую гору сумок. Ну, как обычно. Но если честно, мне легче понести сумки, чем Максима. Потому что он очень тяжелый. А вон там вдалеке горит Сухумский маяк. Что, Марик, не бойся, мы тебя не забыли. Давай, пошли. Это был наш первый пикник в этом году. Но далеко не последний. Жду, жду я тебя. Ого, какую огромную нашел. Все. Ладно, буду отключаться, а то тяжело нести сумки и снимать одновременно.